Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Если вы до сих пор не подписаны, я буду безумно вам благодарна, если вы нажмете на эту кнопочку красную, и она станет серой. Что у нас сегодня? Котлетки. Они были просто в морозилке, я их слегка обжарила, чтобы не пропадало. Дальше пюрешечку сделала, немножко молока добавила в пюре, так получается вообще обалденно. Имбирь здесь у нас, конечно же, арбузик. Одно время у нас был сезон клубники, и каждый мукбанк была клубникой, сейчас у нас теперь с арбузиком. Та же самая схема. У нас в магазине рядом с домом, кстати, кто знает, алмаркет, наверное, во всех алмаркетах одинаковые цены. В общем, в один день была цена за килограмм, получается, арбуза всего 19 копеек. Я маме говорю, давай возьмем вот эти железные тележки, которые у них там есть, заполним прям арбузами и привезем прям до дома. А тут всего там, не знаю, 15-20 метров. Говорю, все это дело поместим на балкон и каждые два дня, чтобы не бегать за арбузом. Тем более цена такая заманчивая. И что вы думаете? Пошли мы с мамой на следующий день. Оказывается, цена поднялась на 30%. Уже стоил 1 килограмм 30 копеек. Пока мы собрались, там все это дело подорожало, к сожалению. Так что план у нас не удался. Я помню, когда я еще была подростком, я настолько обожала арбуз, что решила у бабушки его посадить. Месяц, по-моему, май был. И это, оказывается, слишком поздно, чтобы сажать арбузики. Я просто с прошлого года сохранила семечку и, получается, посадила. И он у меня вырос. Оказывается, арбуз очень неприхотливая ягода. Растет где угодно. Но у меня в сентябре уже была школа. И получается, максимум, что вырос арбуз, это вот до таких размеров, небольшой был. Я решила, что мы все равно уже уезжаем. Давай-ка я срежу, и мы съедим. А я-то вообще не профи в этих делах. Откуда я знаю, он поспел или нет. Он стал уже небольшого размера, и я думаю, все. Можно кушать. Оказалось, что все не так просто. Разрезали. А в разрезе он такой светло-розовый. Но сладкий уже. Немного поели, выбросили. Вот так во мне развивался фермер. Так что в этот раз не получилось. Увидели эту цену, обрадовались, решили завтра с мамой идти. Как только пришли, уже подняли цену. Поэтому в таких супермаркетах каждый день цена варьирует. Наверное, это связано с тем, что цена закупки тоже разная. Не то, что они увидели, что, например, продали дофига арбузов и решили поднять цену. Нет. Многие, наверное, подумают так, но на самом деле нет. Откуда я это знаю? У нас в деревне полтора гектара земли, это орехи. И вот. Когда они поспевают, у нас вот в районе Хачмази есть специальные цехи, которые как раз-таки забирают у тебя, то есть выкупают орехи и перепродают за границу, то есть для этих всех шоколадок и все дела. Ну, в общем, каждый день ты звонишь, чтобы уточнить цену. Какая сегодня цена? Каждый день она варьирует, то есть нету такого, что на этой неделе, например, орехи стоят 3,50. Да, вот и все. Фикс цена. Каждый день она варьирует. От чего зависит цена? Сколько людей привезут продавать свои орешки? Чем больше людей продают, тем меньше надобности в ваших орехах и, следовательно, цена ниже. поэтому там такой механизм. Мой парень, когда узнал, что у нас есть участки с орехами, первое, что он сказал мне, говорит, блин, потом еще это все продавать, сидеть на рынке. Я так посмотрела на него, какой рынок, о чем ты говоришь. То есть это оптовые продажи. Мы продаем оптом, затем эти орехи либо продают в супермаркетах, но в большей части, где-то 90%, их как бы для орешек, для шоколадок, шоколадки с орехами, для всяких сладостей, там, пахлава. То есть большинство идет на импорт. Ну это все кажется просто на самом деле. Это собирать просто адский труд. Когда нанимаешь людей, это половина надо отдавать им, потому что людей сейчас в деревне свободных тоже не так много. Многие просто хотят переехать в город, у кого нету своих земельных участков, а у кого есть свои, они работают на себя. Причем раньше так не было. Например, смотрю на знакомых, одноклассников моего папы. Они как жили в деревне, так и продолжают жить. А молодые, так скажем, молодежь, они все хотят переехать в город. Ну, понятное дело, если у тебя нету огромных участков земли, тебе нечем заняться в деревне, что там сидеть. Поэтому рабочая сила в деревне сейчас тоже очень дорого стоит. я думаю, папа в дальнейшем будет как раз-таки заниматься каким-то сельским хозяйством. Такой бизнес папы будет. Но сейчас это все просто зачатки, то есть еще огромных деревьев нету. Но этот участок, который полтора гектара, там рядом с домом, конечно, у нас есть деревья, но там маленький совсем участок. Ну, в общем, эти полтора гектара, когда вырастут, из этого получится неплохой бизнес. Причем земля тоже дорожает. Даже просто земля, где можно построить дом в деревне. Все потихоньку дорожает. Многие мне писали в комментариях, что Айка, ты дорого купила квартиру. А другие те, кто из Баку, они наоборот пишут, ты где купила квартиру? В центре таких цен нету. Где-то, наверное, в Сумгаите. То есть люди, которые живут в Азербайджане, они плюс-минус знают цены, сколько что здесь стоит. Я просто сегодня утром, когда красилась, у меня мама такая говорит, а после того, как мы купили квартиру, ты, говорит, хоть раз лазила по сайтам и смотрела, сколько стоит недвижимость. Я говорю, нет. Мама говорит, а почему? Вы знаете, с одной стороны, я не лазила, потому что, если бы я увидела какой-то вариант, который прям за копейки продают, я бы реально расстроилась. абсолютно серьезно вам говорю, что вот я бы могла купить, не знаю, двушку за эту цену, например, да, но я зашла, и я была в шоке, как сильно дорожает недвижимость, я еще купила хорошо, сейчас за такую цену можно купить без ремонта, просто голые стены, туда еще вкладывать и вкладывать. То есть 3 миллиона за однушку это здесь нормально, это даже очень бюджетно, я не знаю, как у вас, у нас так, если ты покупаешь трешку, то цена за квадратный метр намного дешевле, чем ты покупаешь однушку, не знаю, что за политика, но в общем такое есть. Одно время у меня была идея заняться бизнесом, связанным с сельским хозяйством, например, разводить кур, например, построить огромную какую-то ферму, мне просто папа сказал, говорит, вот ты никогда не жила в деревне и ты не знаешь все тонкости, а это все кажется легко и просто, сейчас столько птичьих всяких грибов, одна, например, курочка заразится и все, всем передастся, то есть это все нелегко. Но мне как-то интереснее, больше деревенский какой-то бизнес, нежели городской. Потом у меня была идея, я каждый раз нам придумываю, что-то сразу с папой делюсь, мы сидим это обсуждаем и так далее, сколько денег на это надо. Потом у меня была идея пруд и там рыбки. Потом папа начал объяснять про циркуляцию воды, чтобы вода была чистой и так далее. Вы знаете, у меня резко приходит какая-то идея, и вот то же самое было с блогингом. Я хотела создать канал, и резко мне пришла эта идея, когда я была в деревне, просто лежала, лежала, я прям помню этот момент, но я всегда естественно хотела что-то снимать, но я прям решила как раз таки в тот момент, когда лежала на кровати, была в деревне, смотрела какое-то видео, я думаю, во, я стану блогером, точно. то же самое кстати было про мукбанки, я лежала в ванной, я обожаю часами лежать в ванной, смотреть какой-то фильм, или еще что-то, просто думать о чем-то, мечтать, лежала, 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 потом резко мне в голову пришла идея снять что-то с едой, то есть у меня была идея либо сравниваем что-то с чем-то, либо какой-то челлендж с роллами, как бы решила снять и пошло дело. Еще у меня на тот период, когда я только начала канал, очень хорошо залетали видео мотивационные, то есть уборка и все такое. Первое видео, которое выстрелило, это была уборка. У меня прям сразу это видео набрало 200 тысяч просмотров. Я была в шоке. Я начала еще снимать уборки, но в какой-то момент я перестала этим гореть как будто. То есть это, конечно, интересные все дела. Уборка, всякие эти мотивашки очень хорошо набирают. Если у вас только на начальных этапах канал, снимите уборку. В быстром режиме. Я сама частенько смотрю. Как только я смотрю такие видео, я встаю и сама тоже начинаю убираться. меня настолько это мотивирует, мне очень нравится. Вообще я сегодня хотела поговорить вообще на другую тему. Но ничего, в следующем видео расскажу вам кое-что. Заболталось. рецепт. Рецепт на котлетки я вам оставлю. Вообще очень удобно. Приготовили котлетки, все в морозилку и все. Нужно заглянул, пожарил, готово. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться. Всех люблю.